ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте и добро пожаловать с высоты 13 тысяч футов над Тихим океаном. Извините, я не могу сейчас остановиться, чтобы поговорить. Я в разгаре воздушного боя с мужчиной из Бельгии. Да, я сожалею об этом. Подробнее о том, как вы можете использовать телефон, чтобы сбивать бельгийцев, позже в программе. Но, во-первых, наш главный обзор на этой неделе – ночные приключения ракеты на Мега-Драйв. И Вайлот Стопган Берлин приземлился на прошлой неделе ровно настолько, чтобы побывать за пулисами самого технически продвинутого концерта, когда-либо проводившегося. Ну, если это самое близкое, что вы можете получить от музыкальной композиции, две или три ноты на пианино. И любой, кто находится в пределах слышимости, бежит в укрытие, заткнув уши пальцами, тогда вам нужно вот это. Роскошный музыкальный конструктор тоже. Теперь, если вы вспомните оригинал, вы поймете, что на его выход ушло семь лет. Но когда вы увидите, на что способна программное обеспечение, вы поймете почему. Ну, это же просто что-то от какого-то неизвестного пианиста по имени Скотт Джоплин. Я не думаю, что вы что-нибудь сделаете. Но если вы хотите создать свой собственный шедевр, то ничего не может быть проще. Мы просто остановим мистера Джоплина на полпути, и все, что вам нужно сделать – это выбрать нужную ноту. Отрывистая, дрожащая, бревенчатая, полубревенчатая. И просто используйте мышь, чтобы поместить его на шест именно там, где, по вашему мнению, он должен быть. Вы слышите соответствующую ноту, когда делаете это, и если это было недостаточно просто, все становится проще. Возьмите мелодию прямо с клавиш пианино здесь внизу, и компьютер поместит ноты на нотный стан в соответствующее место. Затем воспроизведите ее про себя. Эта штука может сделать все, что вы можете сделать в музыкальном плане. На самом деле, вы даже можете изменить темп. Мне показалось, что это немного медленно. Так что, если мы изменим темп здесь, мы воспроизведем мою потрясающую композицию и просто сделаем ее немного быстрее. Все равно звучит довольно ужасно, не так ли? Лучшее еще впереди, и чтобы показать вам этот фрагмент, я должен избавиться от своей потрясающей музыкальной партитуры и снова уступить место мистера Джоплину. Мистер Джоплин написал крио изначально для аккордеона, но скоро мы сможем что-то с этим сделать. Давайте просто продолжим. Это набор инструментов, и мы можем заменить этот аккордеон на все, что нам нравится. Банджи нет, бас-гитара нет. О да, вот и мы, стальные барабаны. А теперь, дамы и господа, я представляю вам Клеоху мистера Скотта Джоплина, теперь на стальном барабане. И на этой ноте Вайлет Берлин. Удивительно. Наш главный обзор на этой неделе – приключения Рокетнайт на Мега-Драйв. Его герой, Спаркстер, является последним в длинной череде древних и почтенных рыцарей-ракетоносцев, названных так из-за их рюкзаков с ракетным двигателем. Вот бесстрашный Роберт. Это очень интересная игра. В ней есть все элементы платформера первого класса. Она держит вас в напряжении на протяжении всего пути. Это начало второго уровня. В начале его есть босс, что довольно необычно, так как обычно это происходит в конце. Спаркстер – главный герой игры. Пока вы двигаете его, каждая часть его тела движется. У него на спине реактивный ранец, который поднимет его в воздух или по земле. Вы можете использовать его, чтобы схватиться за серые колготки, к которым я просто привыкла. У него есть хвост, которым можно цепляться за веревки, деревья и все такое. Это пятый уровень. Боссы в этой игре очень изобретательны. Я только что убила одного из боссов, но он вернется снова. Вот оно. Это все еще пятый уровень. Охранники преследуют меня по всему зданию. Я должна заманить их в ловушку в лаве. Бинго! Я использую транспортер, чтобы попасть в соседнюю комнату. Я должна выбить опору, удерживать нажатую кнопку, чтобы зарядить свои ускорители, а затем взмыть в небо. Сначала я дала этой игре пять звезд, хотя после того, как поиграла в нее некоторое время, она стала очень легкой, поэтому я дала ей четыре звезды. Милый персонаж может быть обманчивым. Это немного похоже на Соника, но, на мой взгляд, так лучше. Сначала я не думала, что это будет моей чашкой чая, но если бы у меня были деньги, я бы пошла и купила это. Итак, окончательные баллы за ночные приключения. Девочки дали ему хорошую оценку четыре балла из пяти, и мальчикам тоже понравилось. У них четыре балла из пяти. Спасибо вам большое и добро пожаловать на самый технически продвинутый концерт, когда-либо проводившийся. В своем следующем номере я буду исполнять музыку для Старвин на мексиканской флейте медсестры с очень захватывающими визуальными эффектами на экране монитора. Теперь, чтобы создать захватывающие визуальные эффекты, убедитесь, что оба контроллера подключены, но играйте в игру только с контроллером номер один, и наберите более десяти тысяч очков. Затем, когда вы умрете и перейдете на непрерывный экран, нажав Y или B, вы можете сменить свой корабль на любой другой корабль в игре или любой другой объект. Совершенно бесполезно, но это красиво выглядит, идеально подходит в качестве комплимента любому технически продвинутому и так далее. Итэх, дэх, а теперь тот момент, которого вы все так долго ждали. Раз-два, раз-два. Привет, Англия. И добро пожаловать на футбольный стадион Мейн-Роуд, родину светло-синих Манчестер-Сити. Сегодня здесь работает команда другого рода, дорожная команда клавишного мастера Жан-Мишеля Жара, который этой осенью гастролирует по Европе, играя с многотысячным составом перед миллионной аудиторией. Такой крупный тур, как этот, планируется как военная операция. Как маленькая армия, они привозят с собой собственное питание, безопасность и мощь. Они используют достаточно строительных лесов, чтобы покрыть здания парламента и Биг Бен. Неудивительно, что он изношен. Жан-Мишель уже руководил операцией съемочной группы и группы, которые готовятся к самочку. На создание декорации уходит 4 дня, но по-настоящему все складывается только в последние 24 часа перед выступлением. Большая часть музыки хранится в электронном виде на секвенциях. Секвенции — это компьютерные клавиатуры управления. Они общаются друг с другом с помощью цифрового интерфейса музыкального инструмента, иначе известного как MIDI. За 3 часа до того, как ворота должны открыться, они проходят заключительную проверку на звук. Вчера вечером была репетиция только для освещения, но из-за сложности шоу, проверка звука может занять больше времени, чем само мероприятие. Мне удается урвать несколько секунд с человеком, ответственным за бесперебойное проведение тура, техническим координатором Саймоном Ренсомом. Именно здесь мы контролируем и обрабатываем большую часть визуальных эффектов шоу. Управление светом, звуками, слайдами и тому подобными вещами осуществляется с двух башен. А затем над нами у нас есть лазеры, проекторы слайдов, множество специальных световых эффектов, которые мы используем для создания изображений на сцене и на экранах, которые у нас там есть. Шоу опирается на MIDI. Каждый компонент шоу использует временной код MIDI-сигнала в качестве точки отсчета. Итак, вот тайм-код, 10 часов, 7 минут, 54 секунды, и кадры продолжают идти по кругу, и кадры 25-го числа 2-го. Так что если барабанщик решит ударить по тарелке прямо сейчас, это может вызвать лазерную анимацию, фейерверк или секвенсор. Музыканты на сцене играют вживую поверх всех заранее подготовленных событий, и в этом суть. Все, что всем остальным нужно делать, это следовать их сигналу. Ворота вот-вот откроются. У меня как раз есть время спросить Жан-Мишеля, что он думает о людях, которые говорят, что компьютеры убивают музыку. Они ошибаются, потому что эмоции или отсутствие эмоций — это ответственность не инструмента, а парня, стоящего за инструментом в любом месте. Что бы это ни было, тайм-аут или пианино-компьютер. Главное различие между электроникой и акустикой заключается в том факте, что с помощью электроники вы можете быть самим собой, вы можете формировать свой собственный звук, вы можете создавать свои собственные звуки точно так же, как художник способен создавать цвета. Я имею в виду, что большую часть времени на рок-концертах на открытом воздухе исполнители размером с муравья на сцене, и люди почти ничего не видят и не слышат. И в таком случае я стараюсь начать со своей музыки как музыканта, а затем попытаться сочинить визуальный трек. А когда вы снимаетесь в фильме, вы создаете саундтрек. В моем случае я создаю музыку, а затем пытаюсь создать визуальный трек. Это прямо как в моем саду в ночь костра. Европейское турне Жан-Мишеля Жара завершается в его родном городе Леоне во Франции 12 октября. А теперь новости и анонсы этой недели. Последним дополнением как для Game Gear, так и для Game Boy являются эти радиотюнеры. Вы просто подключаете их туда, куда обычно вставляете картридж, и слушаете радио вместо того, чтобы играть в игру. К сожалению, это только FM-радио, но вы получаете пару стерео-наушников. Они должны появиться в магазинах как раз к Рождеству. Thunderhawk на мега-компакт-диске — это репетитор на вертолете. Есть несколько сценариев компаний на выбор, таких как прекращение операции с применением оружия в Южной Америке или прекращение химической войны в Юго-Восточной Азии. Так что если вы мечтаете стать миссионером героических масштабов, это может быть для вас. Фильм должен выйти в октябре. У издателей Mortal Kombat на прошлой неделе была тяжелая неделя. Они отчаянно пытались не допустить, чтобы тележка поступила в магазины до официальной даты релиза в прошлый понедельник. К сожалению, люди приходили и требовали вернуть свои депозиты, потому что им удалось купить игру в другом месте. Это, кстати, версия для SNES. Еще раз здравствуйте, мошкарные фертильщики. Успокаивающее действие домашних животных. Когда все это становится для меня невыносимым, я люблю сохранять спокойствие, кормя своих золотых рыбок. Своей праной. Вот так, обнимашки. О, что вы сказали, обнимашки. Скажите им чит для рыбокода на Амиго 1200. О, хорошая идея. Хорошо, я так и сделаю. На титульном экране все, что вам нужно сделать, это вести ОООС. Нажмите пробел. F-R-I-E-N-D-L-U-I. Теперь в любой момент игры вы можете нажать букву М вот так, и вам будет предложено вести код уровня от 1 до 55, чтобы перейти на любой новый уровень, такой как ЭЭЭ, как этот здесь. Чудесно. О, успокойтесь, обнимитесь. Спокойно. Папа здесь, папа здесь. Боюсь, мы все еще вовлечены в битву. Это может показаться похожим на любые другие полеты, но на самом деле оно уникально. Видите ли, вы играете не просто против компьютера, а против настоящих живых асов, большинство из которых находится более чем в 100 милях от студии. На самом деле я даже играю против того американского репортера Зирайта, который играет в Нью-Йорке. Я могу поговорить с ним с помощью панели связи, так что давайте посмотрим. Хай, Зет, посмотрим, с чем он вернется. Йоу, Вайлетт, я до вас доберусь. Это мы еще посмотрим, только не в том случае, если я увижу его первым. На самом деле игра называется Air Warrior, и это первый и единственный симулятор полета, в который вы можете играть по телефонным линиям. Существует множество различных самолетов, которые управляются по-разному, и вы можете сражаться против четырех разных людей со всего мира. Чтобы играть по телефонным линиям, вам нужен модем. Это один из них. Вот эта маленькая черная коробочка, которая соединяет ваш компьютер с телефонной системой. Пользование услугой также обойдется вам в 10 фунтов в месяц, и стоимость звонка в Лондон. Энди тоже участвовал в той битве, играя через компьютер, но я думаю, что достал его. Еще не все потеряно, потому что он может записать одну и ту же битву на свой компьютер и проигрывать ее снова и снова, пока не сделает все правильно. Продолжайте практиковаться, Энди. Да, смотрите, смотрите, руки. Это фильм о битве, которая у нас только что была, и очевидно, все делают точно то же самое, что и раньше. Самое классное, что если я нажму F8, я могу вывести свой самолет из боя, так что я могу управлять своим самолетом, в то время как все остальные делают точно то же самое, что и раньше. А еще лучше, если я нажму N, я смогу увидеть свой собственный самолет, который в данный момент вот-вот врежется в склон горы. Используя клавиши направления, я могу смотреть на него под самыми разными углами. Это дает мне ужасный недостаток, я знаю, но я никогда не возражал против такого рода вещей. В эту игру можно играть, не подключаясь к телефону, и она будет работать на большинстве домашних компьютеров. На самом деле, подобные инлайн-игры будут становиться все более популярными. Модем для Mega Drive уже разработан и должен появиться в этой стране в следующем году. А теперь еще несколько обзоров игр. Первый самурай-всилка – это история о борьбе добра со злом. Юный герой должен сразиться с королем демонов с помощью доброй магии волшебника-мага, чтобы помочь ему. Вот Энди. Это классическая переделка оригинальной игры Эмига. На первый взгляд она выглядит точно так же. Как только вы в нее войдете, вы поймете обратное. Это второй уровень Тайм-экспресс. Нужно ударить по корзинам с едой, чтобы открыть их, чтобы я могла собрать всю еду. Топоры дают мне специальное оружие, а этот волшебный колокольчик вызывает колдовство, чтобы Джин пришел и помог мне, когда я окажусь в беде. Здесь я использую волшебный колокольчик, чтобы заморозить шар, чтобы добраться до мистических рун, которые представляют собой маленькие красные штучки в углу рядом с моей силой. Сейчас будет вызван маленький Джин, и он заморозит все шары с помощью стилера. Я должна бить по шарам, чтобы пройти мимо них, иначе я обращу свою энергию, которая в левом нижнем углу, маленькие звездочки, летающие вокруг, усиливают мою силу. Здесь я прошла сквозь стену с мистиком, чтобы попасть в мистическую комнату. Я сделала это, призвав своего колдуна с помощью колокольчика. Мой меч уйдет, потому что я потеряла всю свою жизнь. Он снова пригодится, когда я получу еще несколько алмазов, когда убью еще несколько злодеев. Выламывание окон может принести вам еду, очки или несколько дополнительных злодеев, которых нужно убить. В целом хорошая игра, но определенно для тех, кто хочет бросить вызов. Графика хорошая, но было бы лучше, если бы у вас была возможность сменить персонажа или даже выбрать игру для двух игроков. Звучание музыки было улучшено по сравнению с версией Мига, но эта игра просто слишком старая, слишком повторяющаяся и слишком медленная. А что касается оценок за первого самурая, то девочки дали ему в среднем 3 балла из 5, и мальчики согласились. Они тоже дали ему 3 балла из 5. Гарфилд появляется сегодня в своем собственном титуле геймбол. Он взял тайм-аут от сна, чтобы посетить какие-то древние руины со своим другом Псом Ади, но попал в лабиринт старых помн. К счастью, он захватил с собой дрель, как и он. Вот Анжела, она ему поможет. Гарфилд – один из моих любимых персонажей мультфильмов, так что он действительно с нетерпением ждет возможности поиграть в эту игру. Он действительно похож на Гарфилда, и анимация действительно хорошая. Я сверлю там, чтобы избавиться от этого блока. Собираю бомбу, чтобы взорвать нескольких злодеев. Как тот гриб. Вы должны нажать кнопку выбора, чтобы взорвать бомбу. Взорви злодеев. С кнопками сложно, потому что вы должны сначала понять, как ими пользоваться. Это ключ конца уровня, который опускается, а затем вы должны найти дверь. Вам нужно взорвать кварталы, и это может быть немного сложно, потому что вы должны быть в нужном месте. Но если вы недостаточно быстры или не можете взорвать больше блоков, вы можете немного застрять. Трудно понять, как прыгать. У меня есть время. Эта игра становится все сложнее и сложнее по ходу игры. Я добралась до 17 уровня, прежде чем мне просто пришлось сдаться, потому что это было так невозможно. В последнее время выходит много игр для платформ Геймбой, и Гарфилд не лучшая из них. Просто забудьте об этом. Это было очень тяжело, но не очень захватывающе. Я хотела отложить это примерно через 20 минут. И результаты за Гарфилда. Девочки дали ему среднюю оценку 3 балла из 5, но мальчикам это совсем не понравилось. Только одному из 5. Крепко обнимитесь. Сядьте, сядьте, успокойтесь. Еще раз здравствуйте, фуртлеры. Все еще на подозрительную тему. Это чит для Экоузе, Далфи. Ой. На Мега Драйв. Все, что вам нужно сделать на холодном экране, это вести слово «пожалуйста», за которым следуют две буквы, например, ZZ. Они отвезут вас в Риджуотер. Вы также можете поэкспериментировать с различными наборами из двух букв, чтобы перейти на другие уровни. А теперь, если вы меня извините, я отойду на минутку. Кадлс. Папа здесь. Я не знаю. И если вы жаждете наказания, вы можете просмотреть еще несколько читов NEM в нашем разделе Data Blast, который появляется в конце программы. Получить доступ к NEM очень просто. Все, что вам понадобится, это ваш видеомагнитофон Камадор Гарден ВИЧС. Часть программы для записи видео — это титры, часть в конце, прочитанная матерями людей, которые работают над программой. Затем вы перематываете видео назад и снова проигрываете вперед, но не с нормальной скоростью. Посмотрите на это. Вы проигрываете его вперед, используя кнопку паузы и продвижения кадра. Так что он проходит очень медленно, а затем перед вами появляются страницы и страницы информации, на самом деле более 90, и все совершенно бесплатно. Призом конкурса на прошлой неделе было выиграть один из них, CD-плеер с программным обеспечением, а еще лучше плохую губу для футболки. Вопрос был в том, что означают инициалы ФМВ, и ответ — полнометражное видео. Победительницей стала Хеллен Томсон с Острова Мэн, и приз достанется вам. Поздравляю вас. А теперь перейдем к призу конкурса на этой неделе, который заключается в следующем. 1200 долларов Амиго, Ода и Модем, и копия игры Air Warrior, и футболка Beta Influence. Ни один приз не будет полным без этого. Вам понадобится вопрос для конкурса. Он заключается в следующем. Кто играл пилота Ассо в Топ Ганн? Если вы думаете, что знаете, позвоните нам по номеру 891-700-1891-700-100. Обойдутся вам не более чем 25 пенсов, но получите разрешение от того, кто оплачивает телефонный счет, прежде чем набирать номер. Линии, кстати, не работают до полуночи в понедельник. Прежде чем мы уйдем, взгляните на это. Солнышко, пожалуйста. Это самый современный и экологичный способ поиграть в Геймбой. Это блок солнечных батарей. Идея в том, что вы заряжаете его, оставляя на подоконнике, когда солнечно. А затем вы можете просто подключить свой Геймбой, когда он заряжен, и играть дальше. К сожалению, на данный момент он доступен только при импорте из Японии, где, предположительно, погода лучше, чем у населения. Не уходите, Инди. Это все от населения. Пока. Пою под дождем, Тра. Просто пою под дождем. Извините, Джин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова